Многие месяцы тренировок позади, но перед началом показательных выступлений спортсменов не отпускает волнение. Они продолжают заниматься и в последние минуты. Хоть айкидо и не женский вид спорта, Ольга Стекриян держится уверенно. Все свое свободное время девушка проводит на татаме. Честно, просто так получилось случайно. И как-то осталась, нашла себя в этом. Границ каких-то особых нет. Дети, женщины, пожилые люди занимаются. Каратэ-шикотан – это не просто бои. Основная цель – исполнить трюк не только правильно, но и быстро. Доли секунды и ребята одним ударом разбивают доски и лед. Выступление не обходится без травм, но это вовсе не пугает спортсменов. Бросить каратэ из-за сломанной переносицы или выбитой руки в голову никому не приходит. Мне оно понравилось быстрыми движениями, красотой движений, хорошей техникой. Вообще понравился этот спорт мне. Может быть, это же самое. Для обороны очень поможет на улице. На параде представители всех Федераций боевых искусств области. Они приехали, чтобы показать самые сложные элементы единоморств и представить свою школу. Здесь собрались участники всех возрастов – от самых маленьких спортсменов до мастеров спорта. Любое соревнование – это публичное выступление. Когда ты приходишь, и аудитория огромная, а когда ты выходишь на сцену под софиты, я думаю, конечно, это для них тоже определенный стресс и хороший стресс. Это тоже одно из средств подготовки к соревнованиям, к выступлениям. Поэтому дети с удовольствием участвуют в этих мероприятиях. У них есть возможность продемонстрировать свое мастерство перед другими видами спортивно-боевых единоборств. Традиционный фестиваль уже седьмой по счету прошел под лозунгом «Спорт против наркотиков». Организаторы надеются, после таких мероприятий сахалинские секции пополнятся новыми спортсменами.